Министр здравоохранения Татарстана на обходе в КФУ. В Казанском университете открылся офис университета Канадзавы. Что такое археологический костюм? 19 сентября в Казанском федеральном университете пройдут мероприятия, посвященные 190-летию со дня известного химика и ректора Казанского университета Александра Бутлерова. Открытие начнется в 12 часов у памятника ученого и продолжится в бутлеровской аудитории. Далее состоится открытие выставки. О мероприятии мы расскажем вам в следующем выпуске. 18 сентября здание комплекса университетской клиники посетили ректор КФУ Ильшат Гафуров и министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Встреча прошла сразу в нескольких корпусах клиники. Для гостей был организован обход. О всех подробностях встречи в нашем сюжете. Ректор КФУ продемонстрировал министру здравоохранения Республики Татарстан Марату Садыкову возможности университетской клиники. В ходе обхода было осмотрено здание поликлиники по улице Вишневского 2А, где завершаются ремонтные работы. Для порядка 40 тысяч человек, прикрепленного к поликлинике населения, разница уже налицо. Заново оснащенные медицинские кабинеты соответствуют передовым стандартам. Увидев представительную делегацию, одна из посетителей медицинского учреждения подошла к министру здравоохранения Республики Татарстан Марату Садыкову и ректору КФУ Ильшату Гафурову. Спасибо. И главное, все службы работают. Не нужно сходить в какие-то другие анализы. Необходимо учитывать, что работы на объекте еще не завершены. Но в помещениях, где сейчас приостановлен прием пациента, все готово для установки оборудования. Министру здравоохранения Республики Татарстан продемонстрировали кабинет томографии, где уже в ближайшие часы начнется монтаж медицинской техники. Здесь появится уже третья университетская клиника томограф, отличающаяся многофункциональностью. Весь комплекс планируется укомплектовать и оснастить в течение месяца и затем торжественно представить населению. В ходе визита также министр здравоохранения Республики Татарстан Марату Садыкову было продемонстрировано модернизированное здание хирургического корпуса университетской клиники по улице Ершовой 2, которое было построено в середине 19 века. Его обновление планово завершилось еще в 2017 году. Но из-за нюансов связанного со статусом объекта культурного наследия, реконструкция, ремонт и переоснащение здания потребовали дополнительных сил и средств. Однако теперь видно, деньги потрачены не зря. Радница между прошлым и будущим можно ощутить, просто перемещаясь из нового крыла больницы в помещение, где работы только предстоят. Во втором крыле ремонт развернется, как только будет утвержден один из трех вариантов сметы, различных по степени глубины реконструкции. Также министр посетил лабораторный комплекс униклиники по улице Волково, где расположен Поволжский регистр доноров костного мозга. Учебный лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ расположены по улице Парижской коммуны. Таким образом, гостю продемонстрировали все возможности биомедицинского блока КФУ, от фундаментальных исследований до внедрения разработок в клиническую практику. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Японский университет Канадзавы – давний партнер Казанского федерального университета. За период сотрудничества было реализовано множество проектов, как на территории Японии, так и на территории России. Ежегодно проводятся обмены студентов, а в октябре 2017 года представители КФУ и Университета Канадзавы говорили о создании на базе японского и казанского вузов офисов университета партнера. И вот меньше чем через год эта идея была реализована. 17 сентября состоялась церемония открытия нового офиса Университета Канадзавы в Казанском федеральном университете. О том, что он из себя представляет, а также о подробностях встречи расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В Казанском федеральном университете состоялось открытие офиса Университета Канадзавы. Право первым переступить через порог нового кабинета получили ректор КФУ Шадгафуров и вице-президент Университета Канадзавы Еши Атани. Открытие офиса Университета Канадзавы в главном здании КФУ – результат договоренности, достигнутой в октябре 2017 года, где представители КФУ встретились с президентом Университета Канадзавы Каицу Ямазаки. Именно на этой встрече они говорили о создании на базе японского и казанского вузов офисов университета партнера. В рамках открытия офиса обсуждали реализованные проекты и дальнейшие планы, ведь сотрудничество между университетами ведется уже более 30 лет. Все вопросы господин Атани, которые были поставлены в рамках реализации нашего совместного проекта сегодня идут, кажется, неплохо. На встрече присутствовали также и гости – представители Японского университета Синьсю. Я вас тоже приветствую и надеюсь, что мы с вами станем такими же добрыми друзьями, как и с представителями Университета Канадзавы. Также напомним, что вице-президент Университета Канадзавы Яши Атани принимает участие в первом симпозиуме «Фундаментальная наука и перспективные технологии для устойчивого развития в XXI веке», который проходит в Институте физики КФУ. Анна Гуцнова, Льнарда Влитяров, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит третья международная научно-практическая конференция. На ней обсудили методику исследований предметов одежды и аксессуаров людей, живших в далеком прошлом. На мероприятии археологи, этнографы, искусствоведы, представители музеев, реставраторы обсудили презентацию костюмов в музеях. Подробнее расскажет Анна Гуцнова. Впервые Институт международных отношений Казанского федерального университета принимает у себя третью международную конференцию «Археологический костюм. Исследование, реставрация, реконструкция». Главной целью конференции является объединение исследователей, занимающихся проблемами, связанными с изучением и сохранением археологических тканей и элементов одежды. Конференция собрала, на мой взгляд, наверное, самых лучших профессионалов в области реставрации костюма. Сегодня мы подводим некие итоги, и я надеюсь, что состоится очень серьезный разговор о том, какие новые научные проекты мы будем реализовывать в рамках сохранения культурного наследия, материального, нематериального культурного наследия. Участниками конференции стали археологи, этнографы, реставраторы, искусствоведы из различных городов и стран. Здесь они обсуждают методику исследования предметов одежды из органических материалов и костюмных аксессуаров, способы презентации археологического костюма в музеях и на выставках и многое другое. В программу конференции входят пленарные заседания и секции, а также различные мастер-классы по исторической реконструкции. Третья международная научно-практическая конференция завершит свою работу 20 сентября. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Зима так же близко, как и болезни, а значит, время к ним готовиться. В клинике Казанского федерального университета началась прививочная кампания. Вакцинация является бесплатной и обратиться в клинику может любой желающий. Подробнее обо всех деталях прививочной кампании мы расскажем в следующем сюжете. Университетская клиника Казанского федерального университета присоединилась к прививочной кампании, которая проходит в период сентября по октябрь. В рамках вакцинации планируется привить около 15 тысяч человек. Мы организовали, во-первых, это пункт вакцинации на базе поликлиники Вишневского 2А. Данный пункт работает у нас в будни с понедельника по пятницу с 8 до 8, в рамках которого пациент, обратившийся в этот кабинет, будет осмотрен и направлен на проведение прививки. Вакцинация осуществляется бесплатно. Что касается неприкрепленной к поликлинике КФУ категории населения, то и она может обратиться в пункт вакцинации бесплатно, предъявив паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В университетской клинике также по предварительной заявке возможен выезд бригады медиков в учреждения и организации для проведения вакцинации их сотрудников. Второе направление в этом работе у нас является вакцинация коллективов. С этой целью необходимо выйти на конкретно контактных лиц поликлиники и оставить свою заявку. Данная заявка будет включена в комплексный план вакцинации, определен срок выезда к бригаде для вакцинации и, соответственно, будет вакцинирован весь коллектив. Вакцинация против гриппа противопоказана тем, у кого имеется аллергия на куриный белок. Оптимально, чтобы в течение двух недель предшествующих иммунизации не было простудных заболеваний. Перед вакцинацией обязательно осмотр врача. Если у пациента имеются хронические заболевания, то прививка проводится в период ремиссии. После прививки не рекомендуется употреблять спиртные напитки, иначе эффект от вакцинации значительно снизится. Иммунитет против вируса гриппа вырабатывается через 2-4 недели после вакцинации. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленар Довлетеров, Универньюз. Наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Артем Тупичкин с вами прощается.